Здравствуйте, дорогие друзья! Очень часто мне жалуются на то, что слетают петли при двухконтурном вязании. Причин тому может быть вообще огромное множество. Но сегодня я хочу остановиться на одной из этих причин. И как это может быть не банально прозвучит, самая распространенная причина кроется в стойке нити водителя. Причем это касается как машин Бразер, так и машин Сильвер. При покупке любой машины, как Бразер, так и Сильвер, машина поставляется со стойкой нити водителя вот в таком положении. Давайте раскрутим и посмотрим. То есть эту стойку нити водителя я устанавливала самостоятельно. А поставляется машина при таком положении нити водителя. Но я не буду уже ее устанавливать. У меня все-таки здесь стоит телевизор. И это положение нити водителя. В этом случае он стоит вот так. Не буду устанавливать дальше, чтобы не повредить свой телевизор. Поставляется вот таким образом. Для чего? Когда мы устанавливаем только однофонтурную машину, она у нас стоит абсолютно параллельно нашей плоской поверхности, то есть нашему столу. Она стоит на ровной плоской поверхности. И что это нам дает? Совсем другой угол для нашей стойки. И далее. Как только мы с вами установили вторую фонтуру, мы тут же образовали угол. И, естественно, благодаря этому углу стойка нити водителя откинулась назад. На тот же самый угол, насколько мы подняли основную фонтуру. И, казалось бы, такая мелочь. Но эта мелочь приводит к тому, что петли при двухфонтурном вязании просто сбрасываются. И, как следствие, часто вылетает нить из нити водителя. Поэтому, если вы уже либо вы сразу устанавливаете вторую фонтуру, либо вы устанавливаете ее только потом, то прежде чем закончить установку и сесть вязать, не забудьте сделать это простое действие, а именно раскрутить боковой винт и перевернуть на 180 градусов стойку. И одну из причин сброса петель при двухфонтурном вязании считайте, что вы уже устранили. СОБОЙТ СОБОЙТ Устанавливает enchente